Ямочный ремонт здесь вряд ли поможет. Дорожное полотно на участке дороги Неклюдова-Бор-Валки-Макарьева изношено на 90%. Как говорят местные жители, по ямам и ухабам ездят всю жизнь. Дыра на дыре, колёса не убираются уже. Вот от чего. Вот ниже маленько туда. Тут не то, что латать дырки, а обменять всё целиком надо. Все уже неописуемы здесь вообще. Это позорище какое-то, недорога. 13-километровый участок автодороги обещают отремонтировать в 2021 году. Полотно будет выглядеть так же, как это. Дорога Останкино-Рустай уже находится на стадии завершения ремонта. Здесь отремонтировали 8 километров дорожного полотна. Осталось убрать временные знаки, нанести разметку и благоустроить. По этой дороге Останкино-Рустай мы собираемся проторговать участок уже дальше с 8 по 24 километров. То есть практически вся дорога от Останкино-Рустай будет в ремонте выполнена до сентября 2021 года. На участке от села Великовское до Воротынского района дорога уже отремонтирована полностью. Здесь ремонт выполнен на протяжении 10 километров. В особо опасных местах установлены отбойники и предупреждающие знаки. Дорожное полотно отремонтировано по технологии холодного ресайклинга, технологии укрепления, где используется срезанный асфальт для большей прочности. Это позволит продлить срок службы дорожного полотна. В первую очередь преимущество оценили владельцы легковушек. Конечно, хорошо, что сделали дорогу. Столько лет мучились, асфальт сейчас проложили. В тот год еще на этой машине невозможно было проехать, только если полный привод или внедорожник. Все работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Нижегородский Минтранс опубликовал список дорог, которые будут отремонтированы по нацпроекту в этом году. В нормативное состояние будут приведены больше 840 километров региональных дорог. Самая активная дорожная кампания 2020 года развернется в Городецком, Кавернинском, Пильнинском, Семеновском и Ветлушском районах. Юлия Калинина, Артем Таранков, Ринат Бигбаев. Время новостей.